МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День Республики в студии Айна Басхаева. Предприятия Калмыкии присоединились ко всероссийской акции «Мы работаем». Глава Республики Батухасиков отметил, производители региона создают отличную продукцию, о которой должна узнать не только республика, но и вся страна. В этом им помогает Министерство экономики и торговли Калмыкии. Также он добавил, что важно наглядно показать активность. Сейчас наши предприятия не только продолжают работать, но и наращивают объемы производства. Производители Калмыкии делают все для того, чтобы поставлять в магазины качественные продукты и товары, прокомментировал руководитель региона. В Листе состояло заседание Совета по делам инвалидов при главе Калмыкии. Так, с 2005 года общественная организация граждан с поражением опорно-двигательного аппарата, возглавляемая Александром Камаджаевым, стала инициатором множества спортивных и культурных мероприятий с непосредственным участием ее членов. Ежегодно активисты «Новой жизни» оказывают консультативную и моральную поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с инвалидностью, а также на безвозмездной основе передают технические средства реабилитации таким землякам. Благодаря деятельности общественной организации «Колясочники» бесплатно посещают все адаптивные секции Степной столицы. Наши члены организации принимают важных политических событий активнейшим образом. Это касаемо выборов президента, переписи населения, выбора депутатов федеральных собраний, а также местных и народного хурала. Просто я хочу сказать, что наши люди, они очень ответственны и понимают степень доверия. При этом у нас очень неплохие взаимоотношения с избирательной комиссией Республики Калмыкия, со всеми территориальными. Когда необходимо сверить списки, мы обязательно участвуем, предоставляем списки. Либо нам звонят те граждане, которые не получили, скажем, урну для голосования на дому. Таким образом мы налаживаем взаимодействие, находим УИК, председателя и требуем, чтобы обязательно урна дошла до адресата. Среди нерешенных вопросов Каманджаев обозначил взаимодействие организации с Министерствами здравоохранения и культуры. По его словам, ряд объектов этих сфер не приспособлены для колясочников. В частности, в республиканской больнице имеются лишь две палаты для инвалидов. Религиозные объекты не оснащены пандусами, номера в элистинских гостиницах не оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос взял на контроль председательствующий на заседании заместитель руководителя администрации главы республики Араш Манджиев. Также на совещании говорили о принятии дополнительных мер по обеспечению доступности объектов торговли, общепита и сферы услуг, организации психолого-педагогической помощи детям-инвалидам. С докладом о деятельности регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями выступила председатель Рега-отделения Варди Ольга Страдюкова. В целом, это не только по Калмыкии, а вообще детей с ментальными нарушениями в два раза больше, чем если взять всех детей с любой инвалидностью. Причем процентный рост не останавливается именно с ментальными нарушениями. Мы, естественно, пользуемся опытом наших соседних регионов, не только соседних, а в целом, потому что у нас очень много-много чатов, и там практически все эти 74 региона находятся в чате. И, соответственно, у нас идет обмен информацией, и перенимаем так же, как и делимся опытом, и его так же перенимаем. По инициативе Варди также при поддержке депутатов Фалестинского городского собрания был решен вопрос с двухразовым школьным питанием детей с ОВЗ и компенсацией в денежном эквиваленте для обучающихся надомно. Это очень важно. Хочу сказать, что многие регионы еще до сих пор не добились того, что у нас уже работает практически два года. Это было действительно важно, потому что финансирование на питание было на школы, на каждого ребенка, который обучается в школе. Те, кто обучались надомно, они до этого не получали ни питания, ни денежной компенсации. То есть мы этот вопрос исправили благодаря депутатам городского собрания. Глава администрации листы Шафран Типшинов посетил городские спортивно-подростковые клубы. В ходе рабочего выезда сети-менеджер побеседовал с руководителями секции. По итогам ознакомления с материально-технической базой спортивных объектов Типшинов поставил задачу ответственным специалистам рассмотреть пути решения проблемных вопросов. По каждому объекту нужно сформировать подробный список потребностей. Не все и не сразу, но будем думать, как устранить наболевшие вопросы, заверил Шафран Типшинов. В адрес управляющих компаний были выданы предписания. На устранение нарушения обязательных требований и произведен перерасчет по результатам выданных предписаний на сумму более полумиллиона рублей. Хочу отметить сразу, что инспекция может проводить проверки только на основании официального обращения. То есть обращения, поступившие либо в адрес инспекции, непосредственно в инспекции, либо непосредственно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Отмечу, ведомство занимается лицензионным контролем управляющих компаний и лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В прошлом году выдано три лицензии управляющим компаниям, проведено 9 квалификационных аттестаций. Также Иванов сообщил, что в ходе совместной работы с прокуратурой выявлена фальсификация подписей протокола общего собрания. «Хотелось бы отметить и попросить жителей, собственников, если вдруг вы не принимали участие в общем собрании, не подписывали бюллетени, решения о выборе управляющей компании, либо о повышении тарифа на содержание ремонта, обращайтесь в адрес инспекции. Ну, предварительно позвоните на номер телефона 33879, чтобы выяснить, есть ли подписанный вами бюллетень. Если подтвердится, что вы не подписали, но подпись стоит, соответственно, необходимо подойти в инспекцию с паспортом и с документом правосстанавливающим на свое помещение». И уже завтра в Калмыкии откроется фестиваль тюльпанов, который продлится весь месяц. Официально старт пройдет в Элисте на площади Победы 2 апреля в 14 часов. Кроме того, точками проведения в столице также станут парк Дружба и парк Победы, а также пагода 7 дней и этноплощадки. Гостей ждет этнографическая программа «Ишкеагире» – мастер-классы по калмыцким танцам, ярмаркам местной продукции. В этот день будут работать фудкорт и аттракционы. «Открытие участия детских творческих коллективов, то есть в открытии принимают участие детские творческие коллективы ансамбля «Алтн», «Веснушки», «Баэнтек», «Гирелл». То есть они будут устраивать такой вот флешмоб грандиозный, там будет насчитываться более 300 участников. Также к участию привлечены наши известные ансамбли «Айрат», «Тюльпан», будет выступать государственный хор Республики Калмыкия. Ну то есть это будет такое вот грандиозное выступление, большой такой концерт. Также, смотрите, на Пагоде по аллее будут установлены торговые ряды, где будут организованы продажи сувениров, продукции наших умельцев. И о спорте. Даяна Бадмаева завоевала бронзу на первенстве России под Хэквандом. Состязания проходили в поселке Витязево Краснодарского края. В нем участвовали юниоры 15-17 лет, сообщает Минспорта Республики. Калмыкию представляла воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Даяна Бадмаева. По итогам упорных схваток юная спортсменка заняла третье место в весовой категории до 55 килограммов. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин